здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о газификации но не просто газификации потому что мы все прекрасно знаем что слава богу газа стране хватает правда не везде он еще дошел до потребителя тем не менее над этим все работают но есть еще такая программа которая называется социальная газификации все подробности нам сегодня в программе расскажет наш гость первый заместитель директора филиала юго-восток мос облгаза александр носов здравствуйте добрый день николай то есть правильно понимаю что это вот прям специальная программа выделена и она существует уже какое-то время расскажите сколько ей исполнилось скажем так сколько да хорошо в апреле 21 года на своем послании владимир путин обратился к совету федерации где поддержал инициативу единой россии о бесплатной дегазификации земельных участков да это объект капитального строительства в простонародье это мы говорим и же с на основании этого послания 13 сентября 21 года были разработаны утверждены новые правила технологического присоединения которые были утверждены постановление 1547 именно с этой даты и по большому счету во всей стране началась программа дегазификации то есть три года получается получается да три года то есть такой маленький ребенок но уже много понимающий много понимающий и напомню то что ланил они поставил всем нам задачу все эти мероприятия выполнить до конца 23 года чтобы 1 января 23 года эта программа была полностью реализована но с связи с большой скажем так потребностью и необходимостью по его решению в марте 23 года эта программа да эта программа стала бессрочной то есть она имеет место жить то есть и по сей день и будет сразу возникает вопрос с одной стороны вроде бы планировали закончить конкретный срок а слово бессрочно с одной стороны звучит приятно с другой стороны это же можно делать сколько угодно совершенно верно у нас с вами строится домовладение они вводятся в эксплуатацию да кто-то не готов к приему газа очень много по всем муниципалитетам выделяется массив для многодетных семей то есть потребности с тем что разный финансовый подход разные возможности то есть человек сначала вроде бы готов был потом что-то у него произошло совершенно верно и для того чтобы это не отменить а в будущем все-таки это сделать когда они все изменится программа существует и такой еще момент ремарка в полномочиях муниципалитеты есть актуализации генпланов и много территории присоединяется в рамках актуализации генпланов и населенные пункты у нас скажем вырастают потребность тоже возрастает у людей очень много и снт который ликвидирует который входит состав населенного пункта допустим как пример у вас я позже остановлюсь это сангиба березки на березка это снт зеленая зона а это огромная территория огромная застройка которая ликвидировалась как юролицо и вошла в состав города люберец и на сегодняшний момент там построен порядка девяти с половиной тысяч километров газопровода центрально уложен распределительный газопровод в рамках технического задания подрядной организации было поручено на тот момент было заключено 227 договоров они все реализованы до границ ближайшее время буквально в течение этой край следующей неделе мы получим акт готовность от ростехнадзора окончание строительства и начинаем пускать активно людей но я чуть ниже позвольте остановлюсь расскажу какие есть там у нас подводные камни чтобы люди от них на да мы об этом обязательно поговорим потому что всегда все звучит хорошо но все-таки мы понимаем что газом у нас занимается специализированная организация ведь у нас нету как таковых частников которые могут тоже например трубу привезти на территории московской области газораспределительной организации по основлению правительства при на компании массу был газ но что касается строительства газораспределительных сетей виду большого объема работы мы на субподряде в передаем выполняем специализированных организациям которые тоже имеет аттестацию имеет листов на оборудии специализированный сотрудник то есть подобию когда вот мы счетчики до проверяем то у нас есть организации которые имеют лицензию на совершенно верно понятно потому что с важной да они состоят в опо их также контролирует и ростехнадзор и строительный контроль то есть это по большому счету такая же организация профессионально как мы забегая вперед естественно мы когда будем а газе верим и а газе сегодня говорим финале мы еще раз вспомним безопасность потому что это немаловажный вопрос но сейчас давайте вернемся что такое конкретно социальная газификация тем более что есть как скажем такой обычный подход когда у человека нет никаких льгот да есть льготная категория граждан и насколько я понимаю принцип простой то есть если раньше что-то где-то нужно было заплатить чтобы довели до твоего дома до дома ты уже как бы там дальше еще плачь когда то есть такой тройная должна была быть история то сегодня в принципе доводит буквально до твоего забора а дальше ты уже сам принимаешь решение какой-то ставишь оборудование вот с какой организацией работаешь давайте начнем сначала в глобальном смысле потом перейдем льготным категориям хорошо что касается критерия которых вы начали по какой по каким критериям тот или иной населенный пункт тот до тот или иной домовладение попадает в программу социальной газификации здесь единственный самый важный критерий чтобы в данном населённом пункте была существующая сеть газораспределения и она может быть частично там она может резать населенный пункт она может быть там газифицирован быть одна улица если там сеть газа распределение есть хочет тут хоть что тогда газа скажем так чтобы людям было понятно газовая труба которая используется по значению люди получают газ отапливаются то такой населенный пункт попадает по программе социальной газификации и при подаче заявки исключения договора данное домовладение будет бесплатно газифицирован до границ своего земельного участка до кадастра забора до понятного был маленький вопрос вы говорите вот если есть году как хаб такой представляем да или рядом совсем другое поселение где идет труба есть возможность она это же труба у нас официально то есть наш нет таких вариантов на сегодняшний день что кто-то где-то там подключился к соседнему поселению привел себе маленькую от росточек трубы то есть труба должна быть официально это конечно это газораспределительные сети это объекты повышенной опасности они на контроле у ростехнадзора вся реализация строительства этих сетей под контролем выдача технические условия там особо газа весь а вот еще дорогу не может давление зависит например если вдруг неожиданно начинает разрастаться вот этот вот ну назовем его такой поселок да еще который не входит не в состав города ничего вдруг вот начали покупать покупать дома там строительство и так далее давление газа это как-то влияет или главное чтобы был источник что вот мы можем сюда главное все линиться главное чтобы был источник сеть что касается давления и я прямо чем вы говорите с учетом вновь там до многодетная застройка до увеличивается потребление перед выдачей технических условий делается гидравлический расчет всех сетей и необходимые мероприятия которые нужно будет при строительстве газопровода когда выдается технические условия наш технический отдел прорабатывает мероприятие с учетом перспективы и допустим необходимые там установку шерп и который нужно мы понимаем что там через полгода будет введено порядка там 80 домов 5 домов 10 домов эти мероприятия уже там заложен то есть не перекладывать и все время трубу вы кладете немножечко понимаю что дальше спиктиву да мы понимаем перспективе мы совместно работаем и с муниципалитетами у нас есть понимание по ргиз по воду в оборот земли то есть тут как бы проблем нет мы тоже идем на шаг впереди просчитывая хорошо ну теперь давайте поговорим то есть это то что может каждый гражданин до каким-то образом воспользоваться этой программы и получить по крайней мере газ будет подведен к его кадастровой границе к его забору как мы говорим а дальше он уже сам принимает решение с кем он сотрудничает вот он хочет так он хочет вот и тогда но я да то есть что касается внутри земельного участка мы не являемся монополистами но мы сталкиваемся зачастую когда пытаются заключить подешевле это не всегда есть качественный правильно как и обычный газ камер как большом обычный газ до большом городе наша практика и по которой мы работаем это заключение комплексного договора потому что исполнение договора даже если он заключен до границ то он считается выполнен когда газ придет газоиспользующий оборудование заключая даже договор до границ прописывается мероприятие который должен выполнить заявить то есть в течение трех лет он обязан в любом случае внутри земельного участка это подключиться и мы рекомендуем мы сейчас работаем прорабатываем заключать комплексный договора с нами у нас есть рассрочка и платежа то есть 50 процентов оплачивается на предмет заключения договора 35 процентов оплаты по стоимости договора уходит на момент строительства и 15 процентов оплаты происходит после пуска газа в газоспользующего оборудования в течение 11 дней и договор у нас закрывается и это как бы можно заключить один договор так сказать до забора и до дома либо это два раза нет это один договор комплексный договор то есть заключается он единоразово все мероприятия там прописываются мы это рекомендуем что касается сразу по стоимости мы посмотрели средний чек по двадцать четвертому году это пока без льготный просто это без льгот да мы про льгот сейчас я все это расскажу по среднему чеку да мы должны понимать что он может там валируется от объема стройки внутри земельного участка на какой удаленности находится дом от границы земельного участка от забора это одна история и каким газопроводом мы заходим в границы земельного участка среднем давлением либо низким если мы говорим про низкое давление газопровода да то это среди но опять же это все условно чтобы люди не брали за это за панацею как бы а вот говорили дай говорили то есть это примерно 170 тысяч плюс-минус 170 тысяч что касается среднее давление нам необходимо мы понимаем и знаем что в дом должен зайти газопровод низкого давления и для этого нам необходимо смонтировать дымовой газорегулятор который понижает давление пирогичок теперь по вода то есть понижающий датчик который должен нам понизить давление в газовой трубе низким то есть это плюс-минус порядка 210 тысяч опять же это все условно условно на каждый адрес по просьбе заявителя к нам выезжая на от нас выезжает специалист сотрудник им рассчитывает до мерит делает эскиз советует с газовым оборудованием где необходимо смонтировать какие обязательства есть у заявителя то есть дымоходы вент канала если это коксиальный до котел который у нас стенку до выходит то обязательно контур заземления должен быть это да там особенностью же до получается как лучше дом тогда ближе к забору если уж так задумываться по большому счету да тем самым мы оставляем больше земли для ее эксплуатации ну хорошо давайте перейдем годным подключением и завершим первую часть нашего разговора именно на этой ноте потому что готом у нас большое внимание уделяется кто имеет право и как это работает по московскую область но и в принципе и по россии категория граждан который имеет мер социальной поддержки на очень большая но так на основных остановлюсь кому интересно это на сайте у нас нас начинает когда информация сейчас это очень актуально это участник спецоперации которые попали под мобилизацию либо член их семьи которые зарегистрированы в этом доме там проживает ему имеют право да и подтвердить расство это многодетные по московской области это одна из самых больших категорий граждан которые имеют право мер социальной поддержки это участники боевых действий одиноко проживающие там должны мротами там свои показать ну перечень очень большой инвалиды люди которые то есть могут пользуются и пользуются в данный момент мер социальной поддержки они по большому счету и пользуются социальной газификации вот давайте здесь сделаем паузу и начнем вторую часть именно как оформить льготную социальную газификацию можно же так сказать об этом нам расскажет иксан сальч после небольшой паузы давайте дождемся напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко так мы остановились на льготном подключении по программе социальная газификация у нас сегодня в гостях человек который нам все подробности рассказывает а касается это не только льготных на всех категорий первый заместитель директора филиала юго-восток мос облгаза александр носов и так льготная категория еще раз напомним что мы вы можете их найти на сайте мос облгаза да кто имеет право на подключение и как это происходит теперь что касается подачи заявки заключения договора подтвердить льготу которую вы имеете для нас ее подтверждает после вашей заявки мин соц развития для этого заявитель необходимо через госуслуги либо есть трудности с заведением там да лично у кого-то получается с гаджетов там с с компьютеров зайти подать если есть такие трудности то они могут смело обратиться в мфц сотрудники которые там работают они сначала с нашей социальной газификации мы вместе принимали участие мы выезжали начиная с 21 года то есть порядок и регламента они обучены они обучены до порядок регламента они знают оказывает содействие в подаче данной заявки после того как мин соц подтверждает данную льготу данная заявка направляется в тот или иной филиал зона ответственности если он пункт который входит по результату обработки отработки данной заявки с наш специалист сотрудник связывается заявителем договариваются о времени и дате встречи для того чтобы выехать подготовить эскиз газификации еще посмотреть обязательно выезжает на место льготная категория сто процентов отрабатывается выездом 100 процентов отрабатывается визу ручная настройка ручная настройка да мы понимаем что это на то она льготна чтобы нужно оказывать содействия помощи людям максимально максимально наша прямая обязанности мы это дело выезжать наш сотрудник советуют заявителю В части газового оборудования, где необходимо его разместить, принимать какое-то решение, подсказы. Готовится эскиз строительства данного газопровода, как он пойдет по фасаду, где необходимо выполнить те или иные мероприятия, контур, где заземление планируется. На основании этих всех замеров и расчетов эскиз подписывается заявителем. Если все устраивает на основании, дальше у нас готовится смета. Смета подписывается уже в договоре с заявителем. Договор подписан, мы начинаем, берем его в работу. Готовится проектное решение, которое заявитель не оплачивает. Строительно-монтажная работа внутри земельного участка заявитель тоже не оплачивает. Мы говорим с вами, что до границы у них так и так бесплатно. Газопровод, который идет внутри земельного участка, земляные работы, то есть я как ранее сказал, он не оплачивается. И все фасадные работы, газопровод, который заходит в дом, до опуска по газовому оборудованию, полностью бесплатны. Задача просто остается у заявителя по льготной категории. Это подготовить дом к приему газа. Это определиться с газовым оборудованием. Такая еще ремарка. На газовое оборудование тоже предусмотрена небольшая, скажем так, тоже субсидия в размере 80 тысяч рублей. То есть за эти деньги и средства, в принципе, можно приобрести оборудование. Но если заявитель хочет, сейчас рынок насыщен, очень большой в этом плане, хочет какое-то там иное оборудование, ему просто надо будет доплатить. То есть какая-то льготка у него 80 тысяч, она есть. То есть он хочет не такую плиту, а вот такую. Такую плиту, да. То есть в любом случае он может приобрести и у нас. Сейчас наценка у нас минимальная на данных газовое оборудование. Мы понимаем, и задача, которая перед нами стоит, это не более 5%. И тот объем, который мы закупаем, то есть по цене, ценовая политика, все равно по массу Булгаза довольно-таки приемлемая и хорошая. Ну, грубо говоря, подводя итоги, то есть все, что касается льготных категорий, это все, что проводится до вот того самого места, где мы подсоединяем принимающее, как вы говорите, устройство. Совершенно верно, да. И обязательства за заявителем остаются, это дымоходы вентоканала, чтобы были акты готовы. И, как я ранее говорил, да, если это коксиальный дымоход, то также необходимо контур заземления. Также это актируется и тоже представляется. Ну, опять же, есть такое ощущение, что не все разбираются в этих сложностях. Мы им поможем. Мы в любом случае подсказываем, помогаем. Здесь никто не оставляет их одних с их задачей и поставленных. Для некоторых это может быть таким очень, как бы, волнующим, так сказать, моментом. Согласен, когда это что-то новое. Ну и... Еще разрешите. И также перед пуском газа необходимо заключить договор на поставку газа с Мособлгазом, так как мы являемся транспортной компанией, и договор на техническую обслуживание с Мособлгазом. Хорошо. И, предположим, если все подтвердилось, как быстро это может произойти, если при условии того, что, например, этот домик, этот участок расположен в том районе, где вот этот хаб есть ваш, да, условно, как быстро это можно сделать? В течение какого времени? У нас есть практика быстрые пуски по филиалу Юго-Востоку. Наш руководитель Андрей Сергеевич это позиционирует и ставит нам как флагман именно в этом направлении двигаться. Мы в течение 21 дня можем уже пустить абонента. Самое главное, чтобы те мероприятия, которые за ним, он также в параллель с нами выполнил. То есть вы даже можете опередить его, пока он в свою плиту. Совершенно верно. То есть такие заявители ведутся вручную. У каждого такого заявителя, нашего официального абонента, есть свой куратор, который с ним ведет до конца. Ну, очень, мне кажется, подробно мы рассказали о годных категориях. Еще раз напомню, чтобы убедиться в том, что действительно у вас есть такая возможность, вы можете посмотреть это на сайте. Кстати, где у нас информация про все газовые вопросы, кроме МОЗ Ублгаза есть? Куда еще можно зайти и посмотреть? Особенно, когда мы уже подключаемся к этому процессу. Ну, когда мы подключаемся, во-первых, когда мы заключаем договор, в каждом договоре прописан куратор со своим телефоном. Вы можете общаться напрямую с ним. Никто не запрещает это общение на уровне службы. То есть в районном службе можно прийти в офисе обслуживания клиента. Девушки наши, которые сидят, они компетентны во всех вопросах. То есть можно пообщаться с ними. Знаю, при каждом муниципалитете созданы чаты, где люди могут тоже общаться, задавать вопросы. Мы также оперативно туда отвечаем. То есть нет такого робота. Нажмите два, а после два нажмите три. Нет. То есть быстро можно дониться. Мы, да, получим. Потому что газ – это такая история важная. Вот отталкиваясь уже от способов, мы узнали, какой способ подключения и льготный, и, скажем так, если у человека нет льгот. Вернемся к Люберцам. Какова сегодня ситуация? Насколько подключаемость, насколько программа выполняется? Потому что, насколько я понимаю, Московская область всегда же пытается быть лидером в этих вопросах. Ну, она лидер, на самом деле. Область очень большая. Что касается Люберец, городского округа Люберцы, у нас на сегодняшний день заключено 308 договоров о технологическом присоединении до границ. 296 договоров исполнены уже до границ. Мы, как я ранее озвучивал, говорил, что львиная доля этих абонентов – это зеленая зона. Это СНТ, которая попала в составе города. Программа реализована практически на 96%. Но мы должны понимать, что эти заявки каждый день поступают. Глобально. Что нас ожидает впереди? Потому что и в послании президента указаны новые какие-то параметры. Как это будет работать? В рамках последнего послания нашего президента Владимира Владимировича Путина в собрание было дано поручение. И оно сейчас прорабатывается. Я думаю, к осени оно уже будет в виде изменений в постановлении 1547. Газифицировать СНТ, которые попали в границы населенных пунктов, которые у нас с вами газифицированы. Если мы сейчас смотрим в той редакции, в которой есть постановление, то согласно этим требованиям и правилам мы можем подвести газопровод до границ Юрлица. То есть до границ СНТ. Задачу, которую поставил перед нами Владимир Владимирович – газифицировать именно земельный участок, чтобы газопровод, газораспределительная сеть зашла внутри земельного участка. То есть согласно постановлению действующей, то есть Юрлицо по решению собственников, там протокол они отфиксируют, подают заявку, мы доводим до границ, а внутри земельного участка они уже за собственные средства разводят. Задача, которую ставит перед нами Владимир Владимирович, внутри земельного участка этого СНТ, то есть дойти до каждого участка. Это мероприятие сейчас отрабатывается, мы тоже не стоим на месте, прорабатываем все наши гидравлические схемы, прорабатываем наши сети, проверяем пропускную способность наших сетей, ГРС, насколько они дебет позволяет эту работу проводить, либо закладывать уже мероприятие туда. То есть я думаю в сентябре, ну давайте подождем, либо в сентябре, либо когда будут изменения, будут прописаны они в постановлении, и мы приступим к планову к выполнению работы. И придете к нам и расскажете, как это будет все работать. С удовольствием. Ну и последний короткий вопрос. По безопасности. Безопасность. Этот он, я может быть даже чуть больше времени потрачу, потому что он может быть короткий, но он на самом деле один из самых важных. На основании федерального закона 71-го от 18.03-23 года с 1 января 2024 года техническое обслуживание внутри домового газового оборудования на квартирных домах проводит на территории Московской области МОЗ «Облгаз» – газораспределительная организация. Постановление правительства, именно она определена как газораспределительная организация, единая газораспределительная организация. Работы предстоит, и мы ее сейчас уже проводим очень много, в общих цифрах по филиалу «Юго-Восток» у нас порядка 370 тысяч квартир. Что касается Люберецкого городского округа, он большой, он урбанизирован, то есть здесь на квартирные дома. У нас с вами здесь 81 тысяча квартир, там с копеек не буду сейчас туда. То есть вы понимаете, от общего количества какая доля в городском округе Люберца. Задачу, которую мы ставим, перед нами ставит руководство до конца года провести инвентаризацию всего газового оборудования в каждой квартире с техническим обслуживанием. Данный рынок был, скажем, открыт и не монополизирован в части МОЗ «Убылгаза». И здесь управляющие компании совместно с муниципалитетом выбирали сами себе компании, которые проводили техническое обслуживание. Не всегда жители, либо компания, которая проводила эту работу, уведомляла МОЗ «Убылгаз» о смене газового оборудования. У нас зачастую отсутствует информация, то есть я, либо вы поменяли газовую плиту, вы в любом случае должны уведомить были, то есть ресурсник «Убылгаз», у нас такой информации нет. Наша задача пройти и все это проинвентаризировать, чтобы это было… Да, то есть очень много есть, где срок эксплуатации газового оборудования пришел уже, то есть его необходимо уже менять. Работы предстоит очень много. Для эффективной работы и, скажем так, информирования жителей о этой работе мы совместно с муниципалитетом и управляющим компанией, работу ведем это совместно. У нас разработаны графики обхода по каждому дому. Мы проводим и через администрацию, через управляющую компанию, через сайты администрации уведомляем о встрече, которую проводим в тех или иных домах. Ну понятно, то есть… Да, и пошли по пути, создали в своей структуре, у нас есть газовый участковый на территории Московской области, это у нас таких уже 140 человек. Люди, это не обезличенные люди, это люди с фамилиями и отчеством, это фотографии, на каждом доме развешивается… То есть к вам придет такой-то, да. Да, придет, вот ваш участковый, вот номер телефона по каким-то возникающим вопросам, можете позвонить. Вы знаете, что сейчас есть люди, которые этим пользуются, обманывают людей. Да, поэтому мы это делаем доступно, да, чтобы люди видели, кто приходит, с кем можно общаться, сотрудник МОЗ «Облгаз». Спасибо большое, вот видите, как все серьезно, ну, наверное, с газом так и должно быть. Спасибо нашему гостю, это первый заместитель директора филиала «Юго-Восток» МОЗ «Облгаз» Александр Николаевич Носов, который рассказал нам о реализации программы социальной газификации, мы даже еще кое-чего коснулись. Как только вот у вас будут очередные изменения, так понимаю, осенью, вот то, что вы рассказывали, приходите к нам, делитесь, нам будет еще приятно. С удовольствием, да, мы все, что делаем, должны освещать людям. Конечно. Это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пименко, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...